На совещание помимо специалистов профильных управлений городской мэрии пригласили сотрудников полиции и федеральной службы судебных приставов. Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отметил, в марте самовольных объектов в городе было зафиксировано 128, сегодня таких осталось менее 20. Это как раз-таки результат межведомственного взаимодействия. Но по-прежнему остается 17 объектов, которые, даже несмотря на обеспечительные меры в виде запрета на строительство, наложенные судом, продолжают возводить здания. Все это многоэтажные многоквартирные дома. Позиция города в отношении таких застройщиков достаточно жесткая. На объектах отключены все коммуникации, организовано дежурство. Власти города рано или поздно все равно добьются сноса этих строений, подчеркнул Мугдин Чермит. Мы доберемся до каждого объекта. Хочу сказать, что незаконного строительства на территории города мы не допустим. И рекомендую тем, кто построился, сносить за свой счет. Тем, кто уже получил судебное решение. Потому что снос за счет государства будет намного дороже. Добавлю, что список незаконно построенных объектов по-прежнему можно найти на сайте городской администрации. Ну а тем сочинцам, которые уже купили квартиры в таких домах, советуют обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве.